Как в АТО относится к мнению Зубаревича о том, что РФ не выжить без трудовых мигрантов из Средней Азии? Я не знаю, что значит не выжить. То есть в России сегодня по уровню подошвого ООП находится в 10-15, слишком много, по крайней мере, в 10 раз выше, чем беднейшие страны мира. Так что, наверное, даже если мигрантов станет меньше, вряд ли мы окажемся ниже этого уровня. Что касается... У меня, кстати, выйдет эфир Зубаревича скоро. Это хорошо. Вы уже записали? Зубаревич, конечно, интересная. Она умная? Нет, безусловно. Она хорошо образована, понятное дело. Другое дело, что, опять же, это вся та же история, когда какие-то ценностные установки, они заменяются на... Ценностные установки заменяются на... Точнее, наоборот, научные какие-то взгляды заменяются на ценностные установки. Ну, что значит не выживет? Что значит... Ну, не знаю. Мне это не нравится, и, конечно, мне это не представляется. То есть, не выживет, ну что, значит, у нее там упадет экономика на 20%. Ну, это не значит, что не выживет. Но я не представляю, что Зубаревич серьезно считает, что Россия, не знаю, развалится на куски, или там, не знаю, что у нее экономика там, не знаю, развалится, от нее ничего не останется без трудовых мигрантов. Очевидно, она имеет в виду, что там без трудовых мигрантов, в ее представлении, случится там, значит, значительный спад экономики. Опять же, это все то же самое, подмена каких-то научных тезисов на какие-то политические установки. Но, не знаю, надо посмотреть конкретно, что говорит Зубаревич, как она это говорит. Может быть, там никаких проблем нет, может быть, она говорит ровно то, что я сказал, что просто упадет экономика и все. Я, в свою очередь, хочу акцентировать внимание на том, что проблемы трудовых иммигрантов связаны не с тем, что они трудятся на каких-то там заводах, выполняют какие-то настройки, выполняют какие-то услуги, а в том, что мы лишены свободы ассоциации, в том, что государство нас принуждает к определенному сосуществованию и сотрудничеству, к которому какая-то часть общества не готова, и именно эта часть общества бьет тревогу, испытывает совершенно легитимный дискомфорт. И этим людям, конечно, нужно вернуть свободу ассоциации, и тогда мы быстро-быстро обнаружим, что проблема миграции, она на самом деле заключается не в том, в чем нам казалось. Ну, я единственное, что скажу, я с этим как бы не особо согласен, но, в общем, это уже отдельно, что у нас есть примеры той же самой Австралии, которая создала очень успешную систему миграции. Да, на УРУ ссылают, я знаю. Ну, нелегальных мигрантов, ну, извините, они... Нет, они политических беженцев туда ссылают. Ну, слушайте, политические беженцы, понятное дело, что это политические беженцы, и человек бежит из Индонезии, да, страшный тоталитарный режим, да, он политический беженцы. Не, я, кстати, считаю, что нормально. Ну, я имею в виду, что, да, значит, ты можешь мигрировать, если у тебя есть профессия, если ты готов работать. И в этом отношении, да, система, там, ситуация с миграцией у нас, ну, по крайней мере, лучше, чем во Франции, да, где люди просто приезжают, чтобы получить пособие. Да, ну, просто потому что у нас нет такого широкого социального государства, и это нас спасает. И это нас в каком смысле спасает, да. Другое дело, что, опять же, мне кажется, намного, система Австралии, которые, значит, берут те, кто им нужен. Вам нужен крановщик. Это абсолютно реальная ситуация. Там люди, значит, просто со специальностью крановщика. Они идут в Австралию, да, вот русские, украинцы, они становятся там, а ну, не гражданами, но сначала резидентами, потом гражданами и так дальше, да. То есть, ну, и так дальше, да, значит, идея заключается в том, что государство говорит, нам нужны такие-то люди с такими специальностями. Наше общество считает, что нам нужны такие-то люди. Я в свою очередь хочу акцентировать внимание, что, на самом деле, это немножко ложная постановка вопроса, даже то, что говорит ВАТО, потому что от того, что вам нужны какие-то трудовые мигранты, из этого не следует, что нужно открывать им путь к гражданству. Как это, например, не происходит в той же самой Саудовской Аравии, в Дубае, да. В Дубае огромное количество трудовых мигрантов, которым не открыт путь к... Но в Дубае это не Саудовская Аравия. Ой, Арабские Эмираты, прошу прощения, я оговорился, да. В Арабских Эмиратах огромное количество трудовых мигрантов. В Дубае едут работать на стройках индусы, там, из Йемена и так далее. Это люди, которым не открыт путь к гражданству. Это совершенно рабочая система, которая не создает тех конфликтов, которые возникают в Европе. Ну, замечательно. Ну, а что справедливого в том, что один человек просто там по факту своего рождения получает огромные миллионы, ничего для этого не сделав. А индус там работает 12 часов в сутки под палящим солнцем, и в итоге к нему обращаются как не знаю с кем. Ну, это критика уже к генезису государства. Если мы рассматриваем генезис государства как легитимный, то это, разумеется, справедливо, потому что речь идет о добровольной ассоциации. Если мы ставим под вопрос легитимность государства в целом, что, кстати, либертарианец бы мог сделать, а вот тебе-то не очень сподручно, тогда, конечно, этот тезис может позвучить. Просто ситуация, которая есть в Арабских Эмиратах, она мне совсем не кажется каким-то образцом, на котором можно ориентироваться. По сравнению с Европой и с Россией, я думаю, является образцом. Ладно. Если вы... Здесь мой тезис очень простой. Если вы считаете, что государство легитимно, то подход Арабских Эмиратов, он точно так же легитимен. Если вы ставите под вопрос легитимность государства, ну, тогда вы можете раскритиковать и выступать с тех позиций, которые сейчас в АТО пытался озвучить. Хорошо. Я просто здесь говорю даже не скорее о каких-то там логических взаимосвязях. Да, я говорю, что просто, ну, Арабские Эмираты не симпатичная страна, чтобы на нее ссылаться. Как мне представляется? Не нужно туда ехать просто и все. Не симпатично, не езжай. Окей. Ты же татист. Тебе это должно быть понятно. Это я не татист. Я имею право это говорить. Ты не имеешь право это говорить. Ну, хорошо. В АТО, когда худеем, что по дебатам? По поводу дебатов. 22 числа в Петербурге состоится конференция «Власть и деньги». roadbar.ru, там пройдут дебаты в АТО-админа и Павла Усанова. Обязательно нужно зарегистрироваться. roadbar.ru вы можете там оставить заявку. Регистрация бесплатная. Впервые дебаты с ВТВ будут открыты широкой публике. Для патронов спасибо большое тем, кто является патроном с ВТВ. Patreon.com.svtv. Для вас будет отдельный ряд, самый удобный, но доступ открытый. Приходите, послушайте, что есть сказать в АТО Павлу Усанову и наоборот. Да. Я буду модерировать. Это правда. roadbar.ru. Да. Продолжаем. Так, так, так. А когда худеем, там еще был вопрос. А на этот вопрос мы не будем отвечать. Когда Яндекс и еду запретят. Да, да, да. Да нет, но я найду способы на самом деле. Там есть варианты. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.